Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 664. События дня. Малахия, 2.7. Уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его. За 7 октября 2017 года. Юрий Соболев. 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 там все нужно сделать подремонтировать чтобы нас отвезти весь урожай почти остался под снегом и гречкой речь идет о большой огромной потери но и вот наши ресурсы такие есть вот как первый это мой мир тут легко подходить спрашивать что-то тут много 19 цифр уведомления какие-то глянуть юлия в люменштайн вот это есть что видимо понравилось и очень быстро открывается вот тут и про коров понравилось собрание вот ну вот перевод она все какие именно фотографии понравились фотография 1 понравилась и над картой мы склонились готовились поездки вот еще одна что тут просто фото юлию понравилось то немец приехал заехал тоже я с голубем не проявляется голубь оперирован вот она где юлия время считаем голубь оперировал это выходит там на озере мы стоим еще понравилась от наталья приходька с леонидой на руках но эта фотография была уже не раз на международных и везде выставках хорошая очень понравилась фотография что мы этот митрополитом сергием сидим сзади священник с александр понравился где я златоуста насчитывал и свои книги фотографировал меня волобоев александр павлович вот такие вот дела и любили что она одна как раз и вышла сегодня видеоролика это я ролики нравятся не фотографии вот фотография ходе видеоролики юлию мишки юлию мишки юлию мишки юлию мишки юлию мишки ну и ну так и получается девятнадцать лет митрополитом металии и теперь еще митрополитом и орионам все так это дальше у нас идет форум очень очень хорошо состальные вступление такое музыкальное соцсети библии поется 1600 тем ну и вот наш видеоканал во свете библии открытым оком очень богатый 8081 подписчик 7 миллиона восемьсот сорок одна тысяча семьсот двадцать пять просмотров 8300 примерно видеороликов наших очень богатый средства массовой информации отнесен но и во свете библии православный библейский сайт здесь 50 крик примерно аудио насчитано вот вверху только посмотреть книги наши есть и вопросы ответы вот как раз из войны тут и берем вопросы ответы посчитаем вопрос 3599 24 том открытым оком это так мои книги называется 33 тома почему в церкви нет проповедей об абортах от которых погибает столько нерожденных детей ответ просто вы не были в городе новоалтайске в свято-георгиевском храме там и икона есть для страдающих после абортным синдромом виновности статистики по пост абортному синдрому по россии нет есть и более достоверная статистика по этой беде в стране ежедневно совершается до 18 тысяч абортов то есть до 6 с половиной миллионов ежегодно вот что ожидает посягнувших на убийство в очареве считает что 120 миллионов за перестройку убита перитонит одно из наиболее тяжелых заболеваний возникающих после аборта это воспаление брюшины которое может привести к смертельному исходу особенно у ослабленных людей перитонит часто приводит к вторичному бесплодию сепсис общее заражение крови крайне тяжелое заболевание нередко приводящие к смерти постабортный синдром стрессовое расстройство вызвано эмоциональными реакциями на полученную вследствие аборта физическую эмоциональную травму у женщин могут развиться депрессия озлобление чувство вины страха чувство собственной неполноценности сексуальные дисфункции мысль о самоубийстве пристрастия к алкоголю и наркотикам население россии 148 тридесятых миллиона человек женщин семьдесят восемь миллионов детородного возраста 36 миллионов всего в год происходит примерно 4 миллиона абортов учтенных из них мини абортов более 900 тысяч то есть 26 процентов от всего числа абортов криминальных 600 тысяч то есть приблизительно 15 процентов от всего числа абортов соответственно число абортов на 100 родов растет 1988 году 166 абортов на 100 родов 1992 году 225 абортов на 100 родов ежегодно в россии прерывает беременность 40 тысяч девушек до семнадцати лет аборту у первобеременных 1985 году три процента в восемьдесят восьмом четыре с половиной в девяностом шесть процента в девяносто втором семь с половиной это данная то устаревшая я отвечал на вопрос там где-то девяносто втором году причины смертности после криминальных абортов сепсис 80 процентов кровотечение 14 процентов перитонит 6 процентов причины смертности после медицинских абортов кровотечение 46 процентов сепсис 34 процента общее заболевание то есть заболевание не половой сферы 12 процентов аллергические реакции после наркоза – 4%, травмы – 3%, нарушение кислотно-основного состояния организма – 1%. Частота ранних осложнений, то есть сразу после аборта, травмирование мышечного слоя матки – 24,5%, кровотечение – 0,58%, инфекция – 1,44%, перфорация матки – 0,06%, травма шейки матки – 0,36%. Осложнение, развивающееся в первые 2 месяца после аборта, хроническое воспаление придатков – 18%, эрозия шейки матки – 11%, эдотсервицид – 7%, нарушение менструального цикла – 4%. Осложнение, развивающееся через 2 года после аборта, хроническое воспаление придатков – 12,5%, эрозия шейки матки – 10,5%, эрозия шейки матки в сочетании с хроническим воспалением придатков – 2,7%, кальпиты – воспаление влагалища – 1,7%. Какие точные данные. А что из этого? У мусульман, допустим, нет этих данных. Почему нет абортов? Ее сразу приговорят к смерти. Премудрость Соломона, 12,5. И безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах, пожиравшими внутренности человеческой плоти, и крови в тайных собраниях. Леви, 24,5. Если народ земли не обратится честь своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и на род его, и слюблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха. Молох – это отвратительный идол огня, похоти, которому поклонялись не только аммонитяне, но и евреи. И стукан с большой бычьей головой и человеческими протянутыми руками нагревался изнутри до коленя, а затем в его руки бросали маленьких детей, крик которых заглушался шумной музыкой. Некоторые толкователи Библии считают, что сначала детей убивали, а потом приносили в жертву молоху. Видите, какие даже мнения разные, и то это учитывается. Иезекииль 16.21 «Но ты и сыновей моих заколала и отдавала их, проводя их через огонь». Иезекииля 23.39 «Потому что когда они заколали детей своих, для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его, вот так поступали они в доме моем». Исайя 57.5 «Разжигаемая похотью, кидалом под каждым ветвистым деревом заколающие детей при ручьях между растеленными скал». Псалом 105.37 «И приносили сыновей своих и дочерей своих жертву бесам». Чем аборт лучше описанного здесь? Первое. Следствием искусственного аборта нередко являются разрывы шейки матки. Перфорация шейки и стенок матки, то есть нарушение целостности органов медицинскими инструментами, которое может произойти после неоднократного выскавливания матки, вследствие чего ее стенки становятся неполноценными и истонченными. В зависимости от места расположения раны, производится либо зашивание, либо даже удаление этого жизненно важного органа. В последующих родах может произойти разрыв матки, что приводит к ее удалению. Шейка матки также становится неполноценной с рубцовыми изменениями, что приводит к невынашиванию последующих беременностей. Второе. Эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки, которое приводит к привычному невынашиванию беременности и вторичному бесплодию. Количество бездетных семей в России приближается к 20%. Эндоцервицит – воспаление слизистой шейки матки, приводит к тем же последствиям, что и предыдущее заболевание. Пиарометрит – воспалительный процесс бокаломаточной клетчатки. Обычно возникает вследствие проникновения бактерий через шейку или непосредственно через стенку матки. При парометрите может возникнуть нагнояние абсцесс и при его самопроизвольном вскрытии длительно незаживающие свищи, патологические ходы, которые могут соединить влагалище и прямую кишку, влагалище и мочевой пузырь. Пятое. Воспаление придатка в матке яичников и маточных труб. При воспалительном процессе в маточной трубе появляется выпад, который, скапливаясь в ее просвете, склеивает стенки и нарушает проходимость. При гнойном воспалении может произойти расплавление стенки маточной трубы, приводящей к перитониту. Воспаление придатка в матке чаще всего приводит к вторичному бесплодию или в нематочной беременности, когда плодное яйцо прикрепляется не в полости матки, а в маточной трубе на яичнике или в брюшной полости. Шестое. Пельвовый перитонит. Это заболевание характеризуется ограниченным воспалением тазовой брюшины, возникающим чаще всего при наличии воспаления, в околоматочной клетчатке или придатках матки, а также после перфорации матки. Пельвовый перитонит очень часто приводит к вторичному бесплодию, то есть, так как воспалительный процесс, вовлекаются органы малого таза, происходит образование спаек, нарушает пункции яичников и проходимость маточных труб. Вот, перечислять, даже считать, и то боязно и страшно. Римлянам 1.27. «Делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Исайдин 15. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. От жалоб на судей, на сильных и на богачей лев вышатый с терпением пустился сам в свои осматривать владения. Он идет, а мужик, расклавший огонек, науде рыбы жарить их собирался. Бедняжки прыгали от жара, кто как мог, всяк видя близкий свой конец метался. На мужика разину взев. «Кто ты? Что делаешь?» спросил Сергей Талев. «Всесильный царь», — сказал мужик, оторопев. «Я старостаю здесь над водяным народом. А это старшины, все жители воды. Мы собрались сюда поздравить здесь тебя с твоим приходом». «Ну, как они живут, богат ли здешний край? Великий государь, здесь не житье им, рай. Богам о том мы только и молились, чтоб дни твои бесценные продлились, а рыбы между тем на сковородке бились. «Да отчего же, — лев спросил, — скажи ты мне, они хвостами так и головами машут». «О, мудрый царь!» — мужик ответствовал. «О, нет, от радости тебя увидя пляшут». Тут старосту лизнув лев милостиво в грудь. Еще изволя раз на пляску и взглянуть, отправился в дальнейший путь. Иван Андреевич Крылов, 1821 год. Чуть не 200 лет назад. Ну, вот так. Можно на сегодня закончить. Иван Андреевич Крылов, 1821 год.